Девушки отдыхают 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 Или там голод, например То есть у человека все очень быстро все это слетает И на самом деле Это очень плохой знак Это такой триггер Это спусковой механизм очень неприятного Последствия И делать этого нельзя, это не способ выпускать так пар Это знаешь, как вот казни публичные Это же тоже в общем был способ выплеска пар Когда вот все торжественно Собирались и народ это самое Собственно говоря Наш первый царь из династии Романовых отметился тем же трехлетнего Ребеночка повесил общественно на площади Прям вот взял и вздернул Так и вот такой еще смотри комментарий Это к твоему вот размышлению По поводу того что Почти все модели почему-то у нас В стране даже хорошие все время Сворачивают не туда Вот тебе такой комментарий от Татьяны Вот удивительное дело Я даже не спорю с тем Что действительно есть люди Которым наплевать на всех кроме себя И какие условия Ты им не создавай Они например все равно будут упорно Парковаться там Где им удобно Нарушая любые правила Но таких не большинство Большинство людей По крайней мере во дворах В спальных районах Те же самые правила парковки Нарушают Потому что Элементарно Негде парковаться И вместо того чтобы создать людям Сначала условия парковки Сначала заставить гибддшников Выполнять свои обязанности Они предлагают мало того что для начала Штрафовать так еще и сразу стучать Друг на друга Вот такое сообщение Я тебе вот что скажу На самом деле вообще Обсценность той ситуации Которая происходит заключается в следующем У нас нас суровой рукой Пытаются какие-то люди С собственным видением прекрасного Тащить к счастью Я имею ввиду вот этот урбанизм То есть Если ты хочешь чтобы выполнялись законы То нужно создавать людям возможность Эти законы выполнять То есть им должно быть удобно Но это как история вот с тропинками Которые сначала протаптываются А потом по ним асфальт кладутся Потому что Есть масса вещей В общественной модели Которые невозможно посчитать Которые спонтанны Ну то есть их наверное возможно посчитать Но массив данных Который нужен для того чтобы принять Правильное решение столь велик Что это невозможно Технически сделать Ну я попробую иллюстрировать Давай Вот двигатель внутреннего сгорания Воздух в двигатель внутреннего сгорания Движется по впускному коллектору Но он движется не как поток Ламинарный А он движется как синусоида Как волновая модель В результате этого движения Как волновая модель Сам впускной коллектор Начинает определенным образом Ну в микроскопическом виде Но тем не менее Расширяться и снижаться И в некоторых ситуациях Существует Такой парадокс Когда у тебя наполнение двигателя Больше единицы Ну то есть больше чем то разрежение Которое создал поршень Двигаясь вниз Вот если определенную длину Впускного коллектора Вот сделать И для этого собственно Есть переменная длина Впускного коллектора Формулы описывающей Эту ситуацию нет Каждый раз Длина вот этого впуска Находится методом Высоконаучного тыка Ну то есть грубо говоря Делается несколько разных длин И отмеряется на стенде И вот находится Оптимальная длина Впускного коллектора Почему? То есть она наверняка Как возможно Как формула создания Но входящих Такое огромное количество Что в настоящий момент Технически невозможно Это посчитать До сих пор во всех двигателях Такого типа Переменная длина Впуска Находится эмпирическим путем И вот тут то же самое То есть наверное Существует какая-то Абстрактная модель Которую можно посчитать Идеального общества Но чисто техническое На сегодняшний день Общество И мы как члены Этого общества Не располагаем Возможностями Это сделать Поэтому частично Модель должна быть Самоустанавливаемая Это как ситуация Газплана Или свободный рынок Ну то есть Чисто гипотетически Модель Газплана Лучше Если все в нее Правильно заложено Тогда нет дефицита Тогда от каждого По способностям Каждому по труду Или еще идеальный вариант По потребности Все работает Но по практике Показалось А на практике Мы видели Как это получается Я тебе больше того скажу Ладно мы видели Китайцы же тоже От этой модели Отказались И в результате Пришли к компиляции Из регулирования И рынка Потому что К сожалению Технической возможности Точно все посчитать Не существует На трех человеках Существует А на трех тысячах Нет И идея Аллентовской героини В Москве слезам не верит Нужно научиться Обравлять троими А дальше она пойдет Сама по себе Неправильная Нет Не работает На троих научился А на трехстах Не получается К сожалению Поэтому Собственно говоря То есть Ведь Понимаешь Об этом же Собственно Вся эта Библейская идея Христианского мира Да Ну то есть Описательно Это же все здорово Но так ничего и не вышло Мы все прекрасно знаем Что там внутри монастырей Периодически происходит И так далее Хотя В идеале Не должно быть А оно происходит Ну потому что Жизнь она такая Какая она есть И пытаться Извините Течь против течения Вот как пытаются В данном случае С созданием В том числе Этой модели Ну то есть Да люди нарушают Правила дорожного движения По многим причинам Одна из которых Что нет технической возможности Их не нарушать Жить становится Очень неудобно А задача любого закона Сделать жить удобно Он для этого есть Причем ты знаешь Никит Я вот сейчас Как раз слушаю тебя И я ловлю себя на мысли Что вот Ну если мы представим себе Идеальную картинку Что действительно У нас например Строя новые Дома Многоквартирные Они бы строились Не таким образом Как это есть сейчас А с учетом парковок Подземных парковок И прочее Прочее Удобными подъездами Отъездами Многополосными дорогами И так далее То есть ну вот Все условия созданы И при этом ГИБДД исправно Выполняла бы Свои обязанности За которые кстати говоря Мы им платим Зарплату Мы им платим Зарплату Да это наша Но вот если бы Вот при всех этих Созданных для граждан Чтобы они соблюдали Закон условий Выпустили такое приложение Я бы даже не сопротивлялась Вот в этом случае Я бы не сопротивлялась Потому что тогда Мы переходим с тобой Вспоминая идиот Интест в Германии На мой взгляд Человеку раз объяснили Два объяснили Он продолжает нарушать Значит он идиот Правильно Потому что ему созданы Условия При которых он может Существовать Именно об этом Я тебе и говорю Конечно Но только Но только вот При этих условиях Но только Есть одна проблема Лошадь без кушки Не продается Это приложение Существует Именно потому Что никто Ничего создавать Не хочет А проще создать приложение И собирать штрафчики дальше И даже Не работая даже При этом Граждане будут За них работу выполнять Да Кроме того Можно провести Ну некую сквозную параллель Вообще через все происходящее Вот к этой Совершенно Ну Невыполнимой Неудобной И Деструктивной Для общества Идеи О том Что нужно Значит всех Суровой рукой Вести к счастью Счастью Представляемым Некими Абстрактными людьми Потому что вот эта вот идея Минтранса На счет 35-го года И пересаживания всех На общественный транспорт Почему-то это выдается За то Что так везде Это абсолютнейшая неправда Это Социалистическая Левая идея Которую попытались Применить В Лондоне И к сожалению Англичане Получили ее На некоторое время Полной меры И тут же Тут же Общие Власти получили Ответ от граждан Немножко этого Есть В Неких азиатских Странах Ну где совсем уж Ну Вообще Невозможно ничего Отрегулировать Чтобы она нормально Существовала Тем не менее Индивидуалистское Общество развивается В огромном количестве Государств В том числе Например в Индии Которая очень сильно Меняется И вы посмотрите Например Ну вот можно Statistics.com Открыть Там есть Например По продажам автомобилей В Индии Да Как экспонента растет Там и социальная Страта есть Кто это все покупает Какое В каком смысле На самом деле Ничего подобного То что нам подают Что типа Во всем мире Все вообще Это глупости Наоборот То есть они Как бы Вот как это сейчас На сегодняшний день Устроены Небольшие Компактные Очень плотно Населенные города В которых живет Исключительно молодежь Пока она не заработала Денег На то чтобы жить нормально Как только у человека Появляются деньги Он моментально Начинает жить за городом И за городом Он живет далеко И когда он живет Далеко за городом Им необходим Индивидуальный транспорт Не знаю какой Разный Самокат Самолет Самобег Беговел Автомобиль Не имеет значения Индивидуальный транспорт Соответственно Появляется Свобода личности Соответственно Исчезает эффект Крысы знаменитой Когда много крыс В одном месте В большой плотности помещены Начинают жрать друг друга И так далее Мы вместо этого Создаем модель При которой Вся страна Сгоняется в две Или там три точки По всей стране Ну то есть Такие Центры экономического Притяжения Это Москва Это Питер Это Новосибирск Это там Ростов Краснодар В меньшей степени Ну там просто Плотность населения Вышла Там несколько центров С вымиранием Абсолютно Классического уклада То есть вот Русской деревни В широком смысле Русской деревни В смысле что Крестьянин с плугом Нужен ходить А в широком смысле Русской деревни Вымиранию хуторов В полном И вообще На самом деле Ну вот реальные люди Которые ездят На внедорожной технике По городам И весям Там Ты проверься По Тверской области Что там происходит Что ты мне рассказываешь Регулярно этим занимаюсь И вижу прекрасно Она реально вымирает И это неправильно Это совершенно неправильная Государственная политика Причем была же идея Развития малых городов Ладно Хоть с городов Нет Ничего же этого нет Они гробятся Эти города И наоборот Все это сгоняется Куча В результате Мы получаем Гиперроголомерации Которым дико неудобно Существовать В которых огромное количество Перекрестных потоков Из-за этого Напряженности Причем потоки Имеются ввиду Не автомобильные А вообще все Потому что в метро Тоже битком народу стало И никакой перспективы Чтобы его стало меньше Нету Потому что добавляются станции А поезда Ты чаще не пустишь Вот их сколько ездят Там раз в минуту Столько и ездят И длиннее его не сделаешь Он длиннее станции Не может быть А точек посадок Ты добавляешь Добавляя вот эти самые Новые станции метро В результате Это все битком набито В результате Мы имеем Эпидемическую опасность Огромного размера Криминальную опасность Потому что Опять же Вот это эффект крысы Люди в банке То есть Вот это все вместе А кто-нибудь занимается Извините Госстроительством Вот нормальным Госстроительством Чем должны заниматься власти Нет Никит При этом они Обрати внимание Как они замечательны Вот в этой атмосфере Напряженности Еще и стравливают граждан Получая от этого Очень неплохенькие дивиденды Да Вот смотри Пишет нам Сергей Сереж Я вам сейчас прям ваша Вот распишу вам Весь сценарий Как будет складываться Ваша жизнь При запуске этого приложения Сергей пишет нам Я понимаю его возмущение Как вы себе представляете В спальном районе На 20 тысяч людей Патрулирования Ночью все газоны Забиты машинами Детские площадки Полиция не справится С таким объемом нарушения Газоны в итоге разбиты Из-за того что Кому-то лень пройти пешком Надо прямо у подъезда Поставить авто Значит смотрите Сереж Во-первых человек имеет Право на парковочное место Потому что она Не предусмотрена Рукопопами Архитектами Проектантами Согласователями Да А теперь смотрите Сереж Как все это дело Будет выглядеть Значит вот человек Вечером возвращается С работы Мало того что он До этого спального района Ехал по нечищенной Москве Да Примерно 2,5-3 часа Как вот сейчас Не ехать он не может Потому что он По грязи А работать ему надо Он не может не ехать Вот он приехал Злой Нечищенной дороги Он сделал Пять кругов По району Нет парков А то он плюнул Обозлился Поставил машину На газон Он плохо сделал Конечно же он плохо сделал Ну его поставили В такие условия Дальше Идет женщина Уставшая Которая задолбалась На целый день Готовка Магазина Уборка Младший ребенок Школа Детский сад Она идет с коляской С самым младшим Ей не пройти За этой машиной Она злая Имеет право злиться Имеет право злиться И дальше Граждане Начинают друг на друга С огромным удовольствием Стучать Сливая вот Всю эту злость А в это время Где-то сидят Дяденьки-чиновники Которые получают Зарплату из наших с вами Кошельков И не напрягаясь Получают бабки Еще и с удовольствием Наслаждаются тем Что злость наша с вами Выливается Не на них А исключительно Друг на друга Вот такой будет Наша жизнь Середина 22 года Я тебе еще одну штуку скажу Вот это вот Довольно Недалекая Убежденность Что если ты Повысишь штраф И всех будешь штрафовать То перестанут нарушать Это глупость же полная Потому что существует Даже сегодня Масса способов Как пользоваться автомобилем И не платить За этот автомобиль Штрафы вообще И при этом У тебя его Не отобрать не могут Ничего Я не буду их озвучивать В эфире Потому что А я не люблю Всякие обходные пути И Б кто хочет Найдет Но я вас уверяю Что никакой проблемы Иметь автомобиль С номерными знаками Законными Которые можно проверить Они совпадают По документам И ни копейки Не платить По вашему штуку Их Этих способов Десятки существуют Просто десятки Причем Пока власти Выдумывают Как с этими способами Бороться Граждане Выдумывают Еще десяток Новых способов Поэтому Как бы Вот это главное Ну Как бы это Помягче-то сказать Так Я прошу тебя Держи себя в руках Неразумность утверждения Что вот А вот тогда не будут Будут тогда парковаться Просто в результате Во-первых У граждан будут Изыматься Дополнительные деньги В качестве Неафишированного налога Это первое Ну потому что Штраф Это он и есть И второе Кончится это все тем Что эту тетечку Застугает Этот дядечка На которого Дядечка достанет Из кармана травмат И влупит тетечку Не дай бог Это самый страшный Сценарий В этом случае Потому что То что Создание Такого рода Инструмента Ведет Гражданской войне И люди Которые Говорят Что это Хороший инструмент Они на самом деле Являются Провокаторами Этой самой Гражданской войны Если не дай бог Типунни на язык В страшном сне У нас в стране Произойдет Гражданская война То вам 90-е годы Раем покажутся Да А это Провокация Люди Которые Это приветствуют Провокация Разделяй Ласту Пишут наши Слушатели А если Еще и Процентик От штрафов Накинуть То вообще Будет Так уже Накинули Так уже Накинули Но я повторяю Еще раз Это не ведет К тому Что эти штрафы Будут платиться Есть масса Способов Как их не платить Поэтому Как бы Чего-то Общество Очень любит Ну Определенная Ее Наименее Интеллектуальная Часть Находить Себе Очень Простую Модель Очень Простую И Свято Начинать В нее Верить Потому что Что-то Более Сложное Требует Работы Мысли Интеллекта Мозга Он Как известно Потребляет Огромное Количество Энергии Организма И вместо 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 Накапливать Жир На боках Нужно Думать Есть Огромное Количество Людей Которые Очень Не любят Думать По это Они Как раз И говорят А как Бороться А вот Как газоны Разбитые Наши Газоны Они Такие же Ваши Как и того Кто на них Стоит Сказать По честному Плюс 7903 7976333 Ну нам Павел из Новосибирска Пишет Перед тем Как купить Машину Будем до работы Добираться До школы Детей Довозить И до спортивных Секций Как им жизнь Свою организовывать Без машины С так дурацким Организованным Даже не транспортом Ладно транспорт С так дурацкой Организованной Городостоятельной Политикой Когда люди Рады бы даже На платную парковку Так ее не построили Так не в этом дело Когда извини меня В Павшинской пойме Строят Извините Муравейник Ну конечно Мы много раз Обсуждали с тобой Там невозможно Извини меня А создать нормальные условия Еще внутрь этого Замечательная штука Этот искусственный склон Ну Горнолыжный Отличная вещь Да Только не в этом месте Потому что Извините Ну там места нету Просто физически Потому что это все Отсечено С одной стороны Волоколамским шоссе А с другой Извините Речкой И вот Че хошь делай Мы продолжим Друзья Никита Небулицкий Мужские игры Ваши комментарии СМС портал Ватсап и Вайбер В полном распоряжении Оставайтесь под Серебряным дождем Ты знаешь Меня еще умиляет Для ютуба Мы продолжаем Меня еще умиляет Вот в позиции Перед тем Как купить машину Надо бы подумать Где ее парковать Ребят А вас не смущает Что Нам За бешеные деньги Продают квартиры В домах Которые По большому счету Рассчитаны на скотов Но мне кажется Это нормально Когда человек Покупая квартиру Имеет право Получать Да И парковочное место В том числе Минуточку Он еще Между прочим Когда покупают машины Платят такциз За бензин Государство Налог За автомобиль А мы как-то Со всем Должна Должна Вообще-то Ему за эти деньги Обеспечить Возможность Пользоваться Этой машиной Да Ну или давайте Я прошу народные иуды вот с такой ментальностью вот они не могут самоорганизоваться потому что не являются обществом это классическая используемая свое время гитлером идеология мелкого лавочника который себя отделяет от общества который не чувствует своей личной и эмоциональной связи грубо говоря с тем кто стоит на бозоне на газоне он его не считает человеком расчеловечивает это классический случай такой нацизм в гипертрофировано процветающем виде увы и ах как общество нас по моему успешно уничтожили как гражданское общество я как какой стол такой стул извините ну а нас уничтожили в том числе и созданием вот эти гиперагломерации вот этих вот 17 этажек друг в друга в окна смотрящих нельзя так жить это ненормальная жизнь ну слушай ладно это в конце концов у кого чего хватает но так не минуточку я же не говорю люди что люди дожди доброе утро мужские игры ох мы сегодня дали жару и продолжаем это делать согласен полностью пишет наш слушатель все проблемы от бешеной застройки и перенаселенности но я бы наверное от себя добавила что от безголовой застройки и все-таки простите ребят что мы опять к этому съезжаем на на мой взгляд еще и от уровня жизни граждан потому что я думаю что предложи вот тем людям в упомянутой никитой павшинской пойме иметь возможность жить в загородном доме при условии того что у них будет машина которую они смогут себя доставлять или место работы вот где-то там тоже за городом который их устроит да я думаю что многие из них согласились бы и в павшинской пойме люди покупают беспарковочные вот эти вот квартиры потому что на что хватает на то и покупают ну это же понятно но просто понимаешь чем дело тут еще есть коррупционная составляющая которая делает эти квартиры безумно дорогие я недавно разговаривал с одним из самых крупных застройщиков москвы ну с холодильцем он говорит ну так вот если вычленить все ну тысяч шестьдесят квадратный метр стоит ну построить ну плюс земля понятно плюс подведение коммуникации тоже понятно извини сколько сейчас средняя цена квадратного метра в москве тысяч двести пятьдесят я не сейчас тебе слету не скажу вот а потом прижать та же самая история как знаешь когда вот парковочная вот эта история началась что 480 рублей будет парковка стоит все это вот но и так все запарковано все запарковано парковок нету это не способ извините регулировать количество парковочных желающих сокращая количество парковочных мест это вот как история с коровы для того что корова давала больше молока и нужно больше доить и меньше кормить ну то же самое с парковками происходит то же самое происходит тут кто дал вообще возможность застройщику строить современные там вот эти вот многоквартирные там же дикое количество квартир действительно муравейник люди живут в коробках с подобови там по двадцать ну не хорошо не по двадцать под там сто двадцать кубометров на семью из трех человек и люди поставлены такие условия что они соглашаются такие условия а ну куда куда им деваться им жить где-то надо они же не чебурашки чтобы всем в телефонную будку поместиться и будок теперь телефонных нет чебурашек тоже нет и а про новосибирск пишет нам привет из новосибирска последние парковочные карманы в городе ликвидируют при этом метро только в центре города люди паркуются в два-три рядом зимой вообще красота в прошлом году ни разу парковочные карманы не были почищены но дорожные службы прекрасно счищали туда снег хорошо что в этом году работаю полностью на удаленке а так приходилось искать парковку по 30 минут да знаешь удивительно совершенно и главное я еще раз повторяю я как я как бы москвич и как бы вырос в москве и как бы вообще плохо себя представлял бы жить на другом городе в россии но тем не менее нет как живут я представляю себя сам бы им не хотел но тем не менее я прекрасно понимаю что в общем базовая для страны это вот эти маленькие города да вот эти все ржевые там псково ну вот псково большой достаточно город торжки и так далее и чем больше мы будем создавать вот эту вот знаешь у меня такое ощущение последнее время от москвы было как будто я попал в на задний двор большого рынка в котором дикое количество народа со всей страны привозит там тут кто-то там старую газель бросил трупик валяется не дошел до рынка помер от боярки вот вот такое вот ощущение а это неправильно потому что мы в результате москву портим и и главное мы разрушаем вот то что дает вот эту энергетику россии то что является собственно самой россии вот этого записки земского врача и это вовсе не романтизм это на самом деле очень конкретная и прикладная штука потому что пишешь как гумилёв писал человек развивается сферой общения пейзажем вокруг а когда пейзаж вокруг вот эти вот бетонные бесконечные коробки одинаковые ужасающие отличающиеся друг от друга только тем что их покрасили в разный цвет эти вот кубики это вот как зуб на золотой который торчит москва-сити вот понимаешь вот 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 это такой апофеоз вот всего вот вот мы показали что вот мы в результате попытались сваять зато там парковочные места можно дорогущие сделать нет ну слушай у меня к москва-сити все-таки скорее хорошее отношение вопрос у меня нет отношения нет я поняла я поняла я констатирую эстетический факт золотого зуба торчащего посередине клыка смотри как раз пришло абсолютно вот такой значит образцово-показательное сообщение о том как власть реагирует на какие-то запросы граждан пишет нам паша из твери недавно в твери хотели благоустроить пару домов постройки 90-х это друзья всем тем кто говорит что граждане сами виноваты что вот с властью не нет взаимоотношений была даже московская проектная компания всем домом просили парковочные места и небольшой тротуар у дома сделали проект 78 парковочных мест а администрация района отклонила сказала что тратить на это деньги они не будут в итоге сквера рядом тоже не случилось паркуемся на тротуарах детских площадках и газонах а во дворе мест парковочных всего на 51 одну машину ну вот да у меня такое ощущение специально создается такой выпуск пара чтобы этих на виллах не вынесли вот вот то с чего наши слушатели сегодня своими эсэмэсками собственно этот час и начинали да сначала создаем социальное вот это вот напряжение а потом даем возможность вот так вот еще больше его разладив этот самый пар спустить да ладненько давай до понедельника ауто ответ да друзья я на еще раз напоминаю что и эту и все программы серебряного дождя можно пересмотреть и переслушать на нашем канале в youtube заходите подписывайте комментируйте ставьте лайки и оставайтесь под серебряным дождем